Любимые мои, месяц меня тут не было. И вот, в общем, мне есть что сказать. Да, слава Богу. Хочу помолиться, чтобы не я говорила, но Господь говорил. И говорила то, что нужно сказать. Господь, призываю тебя прямо сейчас, Дух Святой, говори через меня и увещевай Господь через меня, тех, кто присутствует здесь или кто будет смотреть нас на телеканале. Немножко представлюсь. Меня зовут Мария. Мы приехали с мужем из Казахстана три года. Три года назад у нас двое детей. Мой муж служит в служении видеооператоров. В общем, там наверху сидит. И мы три года назад приехали из Казахстана, из города Алматы. В общем, такая история. Мы с мужем познакомились, когда мне было 15 лет. Я была очень молода, он мне на 7 лет старше. И, в общем, мне 15, я пришла в ресторан со своим братом. У меня брат музыкант. И, в общем, я в него очень сильно влюбилась. И, в общем, я на год потеряла сон, покой. И я очень много молилась о нем, о Богу, потому что он был неверующий тогда. И я писала дневники о том, что я верю все равно, что я выйду за него замуж. Пройдет 10-20 лет, я все равно знаю, что я выйду замуж за него, рожу от него детей. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Все подробности опускаю. И через 5 лет мне приходит сообщение на немецком языке. А он должен был уехать в Германию о том, что позвони мне. Я до сих пор не знаю, кто мне прислал это сообщение. В общем, я позвонила по этому номеру. Вернее, написала, мне никто ничего не ответил. Но я вспомнила, что на тот момент он был в Германии. Ой, в Москве. Но должен был быть в Германии. В общем, я к чему? Что это сообщение меня подтолкнуло на то, чтобы я обратила на него внимание. Хотя я много лет назад писала о том, что я хочу быть с этим парнем, хочу выйти за него замуж и так далее. Молилась Богу о нем. Но, в общем, мы и так не были с ним вместе. И представляете, это сообщение, которое ко мне пришло, оно мне подтолкнуло сделать действие. Для того, чтобы я написала ему. А, я ему позвонила, и он был в Москве. В общем, я сделала действие. Он приехал из Москвы, мы с ним поженились, родили двух детей. И, в общем, совершилось то, что совершилось. К чему это я все говорю? Что, понимаете, можно верить, можно не верить. Но чаще всего мы верим. Но если мы ничего не делаем, то ничего не будет. Я сделала это действие. Я взяла ему. Мне пришло сообщение. То есть Бог нам всегда дает возможности, чтобы мы их использовали. Но не всегда мы их используем. Вот пришла мне эта смс-ка. И, в общем, написала, я позвонила, и он приехал ко мне. Вот так. И хочу сказать такое местописание. Оксанчик, выведи, пожалуйста, это всеми... Ой, известное местописание. Это Евреям 11.1. О том, что вера же, она есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Часто же, да, говорят там, ты веришь в Бога. Ну да, я верю в Бога. Ну вот все мы так вот верим в Бога. Но, увы, если мы ничего не делаем, то ни чудес не будет, ничего не будет. И мечты наши не будут сбываться. И вот хочу как раз-таки сегодня поделиться о том, как Бог вообще осуществляет наши мечты. Сначала появляется, она зарождается в сердце. Наверняка сталкивались, да, все. То есть это такой невидимый образ получается. Также, допустим, это здание, да, оно построено. Оно же у кого-то сначала в образе всплыло, да. Оно же не так, что вот, давайте строить, и все построили. Люд, налево, дички, пожалуйста. Спасибо. Давайте там здание строить. Нет, оно сначала, да, появилось в голове, в образе. Кто-то его вынашивал, это здание, да. Потом постепенно начали вот сметы писать, да, чтобы построить это здание. Вот и таким образом постепенно... Можно верить же в это здание, что оно есть, это здание, да. И ничего в этом, для этого не делать. Но люди начали делать. И, в общем-то, все, что мы видим вокруг нас, да, вся история, которая написана, да, она сделана людьми, именно физически что-то люди делали. Они не только в это верили и мечтали. Так вот, хочу посвидетельствовать. Значит, три года, как мы здесь живем, приехали. Мы раньше много путешествовали, но в последнее время как-то вот стали меньше путешествовать. Хотя основная идея переехать из Казахстана сюда. Спасибо. Из Казахстана переехать сюда, в Болгарию, это идея путешествовать. Когда мы жили в Казахстане, мы очень много где ездили, бывали где, но когда мы ехали сюда, нам сказали, вы едете в миграцию, прижмитесь, вообще будет трудно, будет сложно. И мы поймали вот этот дух того, что будет сложно, и приняли решение, что все, мы, в общем, нам здесь хорошо, и вообще так Болгария такая классная, можно путешествовать туда-сюда, и вообще не надо никуда ездить, но мы ехали сюда, чтобы путешествовать, чтобы смотреть другие страны, потому что из Казахстана очень далеко лететь, реально. Хотя мы и ездили в Европу, но, в общем, не так часто. В итоге мы с мужем не так давно приняли решение, что нам мало того, что нужно верить, потому что мы все верим в Бога. Нужно действовать, нужно какие-то шаги предпринимать. Вот, это как, помните, первое чудо Иисуса Христа? Какое первое чудо, кто помнит? Да. То есть это было действие. То есть Иисус сказал, они бы поверили ему, ну да, давайте вода в вино сейчас превратится там. Но они совершили действие, они поверили, представляете, они налили эти кувшины, взяли и притащили их, и вино превратили, то есть вода превратилась в вино, то есть они совершили действие. Так и тут, мы с мужем поняли, что нам нужно что-то менять, выходить из рабства египетского, как говорится, потому что мы так или иначе периодически попадаем в это рабство, когда там можем попасть в рабство на своей работе, можем в своих каких-то мышлениях. Вот мы с мужем решили то, что мы поедем в Европу. У нас сезонная работа, лето, и мы проводим свадьбы, дни рождения, мероприятия, и лето у нас забитый сезон. И мы приняли решение, что мы поедем до начала сезона путешествовать. Конечно, все кричит то, что мы не можем это сделать. Логика обычно, у нас же как, мы обычно ищем возможности сделать только тогда, когда у нас все классно. Родить ребенка, когда есть квартира, сделать ремонт, потом только родим ребенка. Ой, путешествовать, давайте попутешествуем, потом родим ребенка или так далее. Ну, понимаете, да, что мы постоянно ищем каких-то удобных случаев для того, чтобы что-то сделать? Ну, в общем, ставим цель. Саня говорю, поехали, поехали. Денег нет, ничего пока для этого нет, но я делаю Верой страховку. Денег еще нет, реально. Я делаю Верой страховку. Я понимаю, что мы переезжаем в новую квартиру, у нас растраты на квартиру. Я понимаю, что вообще все кричит против того, что мы не можем этого сделать. Едем в Софию для того, чтобы сделать паспорт нашей дочери в казахском консульстве. Я говорю, Саня, давай вот я сейчас сделаю все документы, все в банковские карты, потому что нам нужно получить шенгенскую визу для того, чтобы поехать в Европу. Ну, в общем, Верой приходят деньги. Но для того, чтобы эти деньги пришли, нам нужно было что-то делать. Просто если бы я сидела и говорю, Господи, я так хочу в Европу съездить, я так хочу попутешествовать, если бы я ничего для этого не делала, ничего бы и не было. Так вот, получаем деньги, едем в Софию, получаем визу. Теперь нужно ехать в Европу, деньги нужны же на Европу, чтобы там попутешествовать, чтобы мы же там не будем где-то, ну, в автобусах жить, так скажем. В общем, представляете, приходят деньги. Приходят деньги на то, чтобы мы поехали в Европу. И слава Богу, Бог усмотрел все. Фонит микрофон, Сань, сделай потише, пожалуйста. И представляете, Бог все так усматривает. Дети остаются здесь с нашими друзьями. Ева остается, хотя у нее экзамены. Все против, постоянно какая-то логика, постоянно какие-то страхи о том, что зачем куда-то ехать. Вообще есть другие растраты, есть... Выложите эти деньги в бизнес, еще что-то сделайте. То есть постоянно есть какие-то препоны для того, чтобы этого не делать. Ну, мечта-то есть. Я-то хочу поехать. И Саня хочет поехать. В общем, представляете, Бог все так усматривает. И слава Богу, мы едем туда. И в дороге все так здорово. И где мы размещаемся. И Бог дает людей, с которыми мы молились в пути. Которые мы свидетельствовали. Опять же, было наше решение для того, чтобы не просто ехать отдохнуть, но чтобы людям послужить. Рассказываем наши свидетельства. Люди принимают Иисуса Христа. Слава Господу. В общем, это такое чудо для нас. Наверняка, может быть, не каждый может это через себя пропустить. Но для меня это мощное свидетельство о том, что когда мы ставим цели, когда мы начинаем мечтать и начинаем двигаться к этой мечте, она осуществляется. Не тогда, когда мы просто мечтаем и сидим, и ждем, что вот она сейчас. Действительно, вера – это же осуществление ожидаемое. И вера в невидимое. Но в то же время вера, она без дел мертва. Если мы ничего не будем делать, то ничто и не осуществится. И хочу немножко такой прообраз провести по поводу еврейского народа. Помните, когда они были в Египте? В общем, хочу донести ту мысль. Мы все знаем, чего мы не хотим. Мы все знаем, что мы не желаем, что мы не любим. Но очень редко мы задумываемся о том, что мы хотим. И вот евреи, вот они робчут, попали они в это рабство. Хотя, кстати, заметьте, когда они пришли в Египет, для них это была земля обетованная. Потому что, когда был Иосиф и правила во времена Иосифа, все было классно, к ним относились очень хорошо, к евреям. Но когда они уже попали в рабство, они поняли то, что они работают на тяжелом труде, даже не зарабатывают, они просто были рабами. И Бог им дает возможность через Моисея выйти. Они выходят, получают откровение о том, что им нужно выйти. Помните? Все помнят наверняка эту историю. Потому что они все выходят из Египта. И у них было четкое положение, куда им идти нужно было. Понимаете? И они вышли из Египта. И, если помните, не все зашли в землю обетованную. 40 лет они ходили, 40 лет они блуждали, пока все старое поколение не вымрет. Так вот, помните, на пути у них были голиафы, великаны, которых им нужно преодолевать. Я поняла, что в нашей жизни так же. Сначала мы находимся в каком-то таком комфортном Египте в своем, в рабстве находимся, из которого нам нужно выйти. А рабство может быть, это обстоятельства, работа может быть рабством для нас. Но нам нужно выйти, для того, чтобы попасть в землю обетованную, для того, чтобы что-то иметь, нам нужно выйти из этого Египта. И для того, чтобы попасть в землю обетованную, нам нужно пройти эти трудности и великанов. И Бог нам дает силы. Я надеюсь, все сейчас понимают, может быть, метафорически говорю об этом, обо всем. И как раз-таки для нас это были такие великаны, которые нужно было победить. Не просто сидеть и мечтать о том, что, Господи, мы хотим выйти из Египта, мы хотим выйти из рабства, но ничего для этого не делать. Поэтому я призываю, вдохновляю вас, чтобы вы мечтали, чтобы вы ставили цели. И не только сидели и записывали в своих бумажниках об этом, но и в то же время, чтобы вы вставали и делали что-то для этого. И также уровень наших ожиданий. Бог действует ровно столько, сколько мы позволяем ему действовать в наших жизнях. Если мы, знаете, такое есть выражение, не смешите Бога своими кувшинчиками. Масло, помните, Илья благословила жену, и масло текло в кувшинах. Вот было столько масла, сколько было кувшинов. Иисус превратил воду в вино, ровно столько кувшинов, сколько их было, понимаете, ровно столько вина пришло, сколько было кувшинов. Петр поймал рыбу. Ровно столько пришло рыба, какие были сети. Поэтому я просто вас вдохновляю для того, чтобы вы не ограничивали Бога своим мышлением. Мечтайте о большем, ставьте большие цели, и Бог вас благословит. Вот такое слово, и я вас вдохновляю, который раз, Терпи. АПЛОДИСМЕНТЫ